За три с половиной десятилетия музей посетили более полутора миллионов человек, а начиналось все с городской образцовой, которая открылась в конце 18 века, со времени основания самого завода. Когда в каждой комнате находилось всего по одному экспонату. А спустя почти столетия, благодаря вмешательству члена политбюро Дмитрия Полянского, отстроили это здание. Одними из первых экспонатов стали штоф начала 19 века и шкатулка примерно этого же времени. Сейчас коллекция экспонатов возросла почти до 12 тысяч предметов. Все экспонаты нашего музея включены в Музейный фонд Российской Федерации. Обновляется коллекция по мере того, как к нам поступают новые экспонаты. Завод продолжает работать, художники продолжают творить, и какие-то новые вещи мы обязательно ставим в экспозицию. Нынешний юбилей для музея необычный. Руководство крестило его «Юбилей-экстрим», так как проходит он в состоянии ремонта. Хлопотно, но от этого не менее радостно. За восстановление музея, его обновление, директор Светлана Бабаева, признательно прежде всего администрации области. Кстати, на юбилее у посетителей появилась возможность увидеть никогда ранее не выставляющиеся экспонаты с изображениями руководителей государства, копии подарков известным персонам, работы, посвященные партийным съездам и многое другое. Например, застывшие в хрустале произведения народного мастера Брянской области Михаила Прокопьевича Емельянова. Он уникальный мастер. Его две работы на этой выставке как раз и присутствуют. Он с таким тонким юмором, порой даже с гротеском создает произведения. Он делает так называемую пластику. Это когда руками, с помощью пинцетиков, каких-то деревянных приспособлений, металлических ножниц, он делает такие вот фигуры, причем такие многопредметные. У нас в фондах музея его несколько сказок даже. Все изделия на выставке выполнены в интересных техниках из различных видов стекла и хрусталя. Здесь же показано большое количество способов декорирования. Гравировка, алмазная грань, матирование, фотопечать, травление кислотой, живопись эмалями и золотом. Именно на таких выставках и можно проследить, как влияла социально-экономическая обстановка страны на темы произведений мастеров. К слову, при музее работает и художественный салон, где можно приобрести и продукцию Дядьковского хрустального завода. Здесь же открыт и комиссионный отдел. Организаторы экспозиции всегда ждут маленьких и взрослых гостей на своей выставке. Татьяна Глазова, Сергей Ковыч, События Дядькова.